МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позади три игровых дня, десятки голов и несколько встреч. Футбольный турнир продолжается. Сборная команда Узбекистана в упорных матчах уже добилась первой победы на турнире, победив Сибирский федеральный округ. В этот раз под раскатку попались футболисты из Дальнего Востока. В первых десяти минутах игры футболисты Узбекистана забивают первый гол в ворота противников. ДФО же ответил на это одним результативным ударом. Сборная Узбекистана усиливает натиск в ворот соперника, вынудив их часто нарушать правила. В итоге ДВФО набрали шесть фолов. Это не грубая игра, просто есть некоторые нарушения со стороны игроков сборной Дальнего Востока. А так, в общем, нормальная, хорошая игра. Во втором тайме сборная Дальнего Востока забивает гол в ворота соперника. Ответ приходит почти сразу. Гол за голом забивает команда Узбекистана. Они обеспечивают себе преимущество. К этому турниру они начали подготовку заранее. Как известно, лучшая тренировка – это соревнования. Футболисты провели сборы не только в своей республике, но и приняли участие в выездных турнирах. Все соперники здесь в достаточно высоком уровне играют. Мы сильно готовились к этому турниру. Уровень футзала в Якутии очень высок. Мы делали разыгровки углового. Тренировка нам все показала, как делаем, кто двигается, все знали. И потом сделали, который дал, он мне дал пас, я в девятку положил. И потом было очень круто. У меня были такие очень хорошие эмоции от этой игры. Сборная Дальнего Востока также начала подготовку к играм заранее. За их плечами участие в ЮФЛ Дальнего Востока. Футболисты – игроки большого футбола. Почти сразу они прилетели в Якутию принять участие в играх «Дети Азии». Подготовки не хватило, признаются спортсмены. Хорошая была игра, открытая, с двух сторон, контратаки. Много не забили, к сожалению. Необязательные голы, в конце первого тайма. При счете 3-2. Во втором вышли, вроде опять начали догонять. В итоге получили опять концовки. Третий гол я точно помню. У нас есть определенная схема, но она не прошла. Гол был, но не такой, как мы хотели. Это понятно. И первый тоже, второй разыграли. Противники, конечно же, сильные, но мы свои моменты просто не забивали. Мы моментов 6, наверное, не забили и 4 штанги. Футбольный турнир продолжается. Впереди еще несколько туров. По их итогам определятся две команды, которые будут оспаривать главный трофей футбольного турнира. В городе Якутске 30-градусная жара. И, как правило, в такую погоду советую держаться близ водоемов. Что мы и сделали. Находимся мы в бассейне Чолбон. Но расслабляться здесь не приходится ни нам, ни болельщикам, ни судьям, ни спортсменам. Ведь для них идут главные гонки за медали. Соревновательный день в эстафетном плавании для спортсменки из Беларуси завершился вторым местом. В личной дистанции повезло меньше. Спортсменка заметно расстроилась, но виду, как истинный боец, не подает. Не очень довольна своим результатом. Какой результат у тебя? Четвертый результат не хочу назвать. Надеюсь, в следующем году будет. Ты расстроилась, я так понимаю? Немного, да. Просто нужно побольше постараться, побольше, чтобы потренироваться, и все получится. Что помешало, как ты думаешь? Несобранность, наверное. Больше нужно настроиться получше. По итогам двух дней по неофициальному зачету лидировала команда города Москвы. Второе и третье места делили представители Королевства Таиланд и Уральский федеральный округ. Но уже на третий соревновательный день медальный зачет стремительно меняется. То ли еще будет. Поменялся лидер. На первом месте сейчас уже в лидерах по медальному зачете, неофициальном. Уральский федеральный округ. На втором месте команда города Москвы и замыкает тройку команда Королевства Таиланд. Но у нас еще впереди 200 метров комплексное плавание и очень интересная комбинированная эстафета 4 по 100. Юноши и девушки раздельно. Поэтому все может быть, что медальный зачет по окончанию еще раз поменяет. Внук Натальи Торопкиной Богдан за эти игры взял целых три бронзы. И это еще не предел с такой-то группой поддержки. Настроение отличное. Приехали из Камчатки. Я Торопкина Наталья Викторовна. Болеет за своего внука Торопкина Богдан Михайлович. Занимается он 8 лет уже водными спорта. На этих играх у него три бронзы. Мы очень довольны. И рады вашему радушию. Среди толпы болельщиков заметно выделяются именитые спортсмены. Паралимпийц, чемпионка мира и Европы Анастасия Деодорова внимательно следит за юными пловцами. И поддерживает каждого. Я думаю, что организация соревнований очень на высоком уровне. Видите, как ребята болеют друг за другом. Это очень важно и классно, чтобы уже с раннего возраста спортсмены могли прочувствовать, что такое международные соревнования. Я думаю, для них это огромный шаг именно к профессиональной карьере. В целом у ребят очень хороший уровень. Для своего возраста они хорошо плавают. И в принципе, мне кажется, что классный состав приехал. И в этом плане, я думаю, что они еще не раз друг с другом встретятся. Поэтому здорово, что они здесь могут познакомиться. Насыщенная программа в эти дни у чемпиона мира Данила Маркова. Мастер-класс, открытый урок, а кто-то из юных чемпионов получит из его рук свои первые медали. Как 8 лет назад спортсмен получал их сам на шестых играх в Дети Азии. Интересно посмотреть, как за 8 лет ребята стали плыть быстрее или медленнее. Впечатление хорошее, атмосфера дружная. Встретил знакомых тренеров со своего округа, поэтому все классно. Удивлен, что команда Азербайджана, мальчик очень неплохо, 400 метров проплыл. Для меня лично было удивительно. Не знал, что у них ребята так быстро плавают. Всего между юными пловцами, юношами 15-16 лет и девушками 13-14 лет разыграно 34 комплекта наград. Катерина Винокурова, Виктор Олесов. Среди юношей первыми встречаются команды Республики Кыргызстан и государство Палестином. Волейболисты из Кыргызстана с самого начала занимают лидирующую позицию. В результате счет 3-0. Волейбольный турнир для юношей и девушек возрастной категории до 17 лет вошли 6 национальных сборных из разных стран и республик и 7 команд представителей России. Претенденты, наверное, традиционные среди детских команд. Это Сибирский округ, Уральский округ, Беларусь. Но не будут Казахстан с счетов снимать. Все участники демонстрируют высокий уровень подготовки, хорошую физическую, техническую и психологическую подготовку. Игра «Волейбол» занимает второе место по популярности в мире после футбола. В него играет около 1 миллиарда человек, а это около 15% населения. То есть каждый десятый житель планеты волейболисты. После смены команд на поле спортсмены из Узбекистана и представители Сибирского федерального округа. Согласно положению, в следующий раунд полуфинал из групп выйдут две сильнейшие команды, которые наберут наибольшее количество очков. Ирина Жданова, Георгий Григорьев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ До финала игр «Дети Азии» по вольной борьбе среди юношей дошли по-настоящему достойные борцы. В том, что это был результат упорных тренировок, стойкости духа и стального характера, не было сомнений. Практически каждая схватка сопровождалась слезами. У кого-то от радости, у кого-то от горечи поражения. Очень эмоционально происходят эти встречи. Непривычно, что у детей столько эмоций, какие-то моменты. Очень красочная, интересная борьба. Обладателем первой золотой медали финала по вольной борьбе стал Кирилл Кондрашов из Сибирского федерального округа. Его соперником выступил азербайджанец Гусейн Рзазаде. Сибиряк с первой же минуты схватки взял инициативу в свои руки. Кондрашов оказался весьма охватким парнем. Финальную встречу он победил, уложив своего соперника на лопатки. Чистая и безоговорочная победа Сибиряка. У меня в конце плохо было. Так постарался как можно быстрее положить. Тренер сказал, ему надо долго бороться, надо побыстрее положить. Еще одну зрелищную борьбу показали представители Кыргызстана и Узбекистана в весовой категории до 41 килограмма. На второй минуте схватки борец из Кыргызстана сделал прием, который принес ему заветные лидирующие очки. Но тут секунданты узбекского борца не согласились и бросили челлендж. В итоге им удалось оскорить решение судей и счет финальной схватки сравнялся. Борьба за золотую медаль оказалась настолько жесткой, что борец из Узбекистана получил травму. Но это не помешало ему обратить схватку в свою пользу. Еще одно золото игр «Дети Азии» ушло в команду Узбекистана. Травма не помешала. Все благополучно завершилось, как я думал. По результатам финальных схваток по вольной борьбе среди юношей в лидеры выбилась команда Узбекистана. Вторую строчку заняла команда Кореи и на третьей позиции – Кыргызстан. Роман Савинов, Станислав Потапов. Невероятные накаты справа, точные удары по углам, целостность движений продемонстрировала спортсменка из серии «Заза Хэн». В одиночном разряде за право биться в финале она вырвала три очка у Софии Брегиной из сборной Уральского федерального округа. «Заза Хэн» начала заниматься настольным теннисом, когда ей было 7 лет. Долгий усердный труд и, несомненно, талант открыли ей двери на игры «Дети Азии». В финале она встретилась с Екатериной Храмовой из сборной Москвы и со счетом 4-1 выиграла золотую медаль. Матч был действительно очень трудным, но я выиграла. За право биться в финале я много трудилась. Я действительно очень хотела выиграть и направила все усилия. Спортсменки из России достойные и очень сильные соперники. Победа приходит только через колоссальный труд и упорство. Третье место также поделили спортсменки России София Брегина из Екатеринбурга и Мария Дашатова «Москва». Отличную физическую подготовку и высокоразвитый интеллект продемонстрировали юные мастера по настольному теннису. Зал скандирует. Идет напряженная борьба за медаль. В одиночном разряде юношей из Откерва Шапкина из команды Москвы Игорь Гордин из Уральского федерального округа счет вели на равных. Игорь с отрывом в три очка отвоевал право биться за золото. Было сложно. Шли на равных всю игру. Там в конце я чуть-чуть расслабился как-то. Пошло, не знаю. Начал предпринимать какие-то меры. Москва сильная приехала. Там первые два номера. Романовский-Кривошапкин. Вот. Кривошапкина выиграл. Первый номер. Сейчас финал с Романовским. Второй номер соревнований. А в финале проиграл Павлу Романовскому из сборной команды Москвы со счетом 4-2. Пару на соревнованиях «Золото» среди юношей в составе сборной Москвы завоевали якутианин Изотский-Рвошапкин и москвич Павел Романовский. У Изота также бронзовая медаль в одиночном разряде. Среди девушек Мария Селивонец и Варвара Зайцева. Беларусь. В этом году по настольному теннису соревновались 14 команд из регионов России и стран Азии. Китайская Народная Республика считается сильнейшей в мире по настольному теннису. Но в этом году у них было заявлено всего два спортсмена. К сожалению, они не вышли в финал. Добро пожаловать в Якутию. Спасибо. Вы первый раз в Якутии? Да, я первый раз в России, в Якутске. Какие впечатления и эмоции испытываете? Чувствую себя хорошо. Люди здесь очень теплые, дружелюбные. Мне нравится быть здесь. А во сколько лет вы начали заниматься настольным теннисом? Начала в 11. В Китае большинство любит этот вид спорта и занимается им. Правда ли? О, да. Этот вид спорта является очень популярным в Китае. После этих соревнований будете ли вы ещё усерднее заниматься? Соревнования очень помогли мне понять мои собственные ошибки. Я буду работать над этим. Горечь поражением и радость победы. Эти соревнования ставят яркие впечатления у любителей данного вида спорта. И, конечно же, у участников – юных мастеров. Дайя Барашкова, Иван Саракоумов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова